В ПГУ в День знаний откроют отремонтированный корпус А, а в студгородке в достроенном храме Святой Татьяны проведут праздничную литургию. Президент Вадим Красносельский провел совещание с главами городов, о чем еще говорили, расскажет Наталья Ткачук. Ко дню республики и начало учебного года по традиции отмечают завершение ремонтов и строек. Стадион пятой столичной школы на Балке откроют в первый учебный понедельник, 5 сентября. Там сделали новый спортивно-развлекательный комплекс, наподобие стадионов у 18-й школы и гимназии. Стадион мы практически заканчиваем, мы его 5-го числа тоже готовы запустить. Там будут мелкие недоделки, но вот именно в части беседки, может быть, не успеем установить детскую площадку. Все остальное, именно что касается учебного процесса, также оно будет все готово. Практически все детские сады, школы и другие объекты, которые ремонтировали по программе к обложению в этом году, уже готовы. Президент проинспектирует их в начале осени. График проверок уже расписан. На совещании президент оценил работу по реконструкции мемориального комплекса Кицканского плацдарма и поручил обеспечить финансирование на его содержание. Фонари там будут автоматически включаться с наступлением темноты. По всей территории установят камеры. За всем, что происходит на плацдарме, будет наблюдать милиция. Мемориал получился очень такой интересный, информационно интересный, прежде всего. И как раз в тот день, когда мы открывали Кицканский плацдарм, по-моему, в этот же день, в Молдове загасили вечный огонь на Шерпенах. Вот такая, знаете, историческая аналогия получается. Но, тем не менее, мы должны свою историю помнить, помнить наших предков и их благодарить за их ратный подвиг. В селе Рашков Рыбницкого района президент поручил установить информационные указатели. За последние месяцы в Рашков приезжало уже несколько туристических групп из Израиля. В селе Рашков очень много исторических памятников. Кладбище еврейское, кладбище польское, разрушенная синагога, католический храм, храм троицкий. И могила этого святого Шабтая, иудея, который тоже похоронен там. Надо поставить указатели, Сергей Анатольевич, у вас уже практика хорошая есть. Да, я видел по республике, хорошо. Вот прям, чтобы указатели вели к этой могиле людей, 100%. Она будет пользоваться популярностью. На совещании у президента говорили о вынужденном сокращении дорожного фонда. На обновление дорожной инфраструктуры планировали выделить 260 миллионов рублей. Но пришлось урезать сумму до 147 миллионов. Еще одна тема совещания. Ситуация на Рыбницком хлебокомбинате. Предприятие поставляло хлеб и выпечку для детских садов и школ Рыбницкого, Дубосарского и Каменского районов. В этом году их уведомили, что завод не будет поставлять продукцию для детей. Предприятие убыточное. Сотрудники уже не первый месяц не получают зарплату. Красносельский поручил правительству создать оптимально привлекательные условия для приватизации предприятия. Но в первую очередь, сказал президент, необходимо погасить задолженность перед работниками. Наталья Ткачук, ТСВ.